Давно не снимал на эту камеру, вообще давно не снимал Итак, господа, на дворе утро, а у нас начинается новая история Вот наши первые метры нового путешествия Как вы думаете, куда мы едем? А мы внезапно едем снова в Грузию Да, я ездил в Грузию буквально полгода назад осенью А я нет Да, но, именно, моя жена сказала, не оборзел ли ты кататься по таким красивым местам без меня И поэтому, поэтому я вынужден ее везти заново, все переделать Вот мы пересекаем чудесным образом Кат, к черту столицу Впереди у нас путь на 2 сгак тысяч километров, даже побольше получится Едем через Волгоград с промежуточной ночевкой Элисту, Владикавказ, ну и далее есть планы заехать в Тбилиси Посмотрим, что получится Путешествие началось, а? Будель Пипец, загруженная трасса, ну ты посмотри, а? Вообще, утолкались просто Интересно, быть видно или нет, как мы едем тенью рядом с собой И как забавно Ну что, прибыли в Волгоград, но он для нас чисто промежуточный пункт переночевать и поехать дальше Следующий день мы пытаемся покинуть Волгоград Он, зараза, весь в пробках Потому что будний день и утро Ох, а нам бы ехать Давайте полюбуемся достопримечательностями Калмыкии Завораживает Совершенно неожиданной проблемой в этой области Встал поиск без стоп-мест А где? Это у нас чудесная, замечательная Элиста Город, мимо которого можно спокойно проезжать Честно Не обессудьте Правда Нет Какими-то огородами пробираемся в сторону Владикавказа Вы посмотрите, какое желтенькое поле Если я правильно понимаю, это Сурепка Так, ну, мы до Шкандебали, до чудесного Владикавказа В темноте Оп, и следующий день Мы выезжаем через Владикавказ В горы К Ларсу К границе И на горизонте у нас, смотрите Там горы постепенно виднеются Кайф О, вот стены, вот оно Началось Ееее Вот так вот выглядят приграничные просторы С бесконечной очередью грузовиков А бесконечная она здесь Почему? Оп, опять навстречку вываливаюсь А потому, что здесь в этой очереди стоят грузовики трех государств Сюда проходит дорога трех государств Грузии, Турции и Армении Все через один погранпереход Поэтому здесь всегда ад и Израиль Страшный, ужасный верхний Ларс Но потеряем мы здесь много времени, конечно Комплекс отстроили достаточно большой Раньше здесь было буквально два поста для прохода Это было тяжко Сейчас должно быть полегче, кстати О, какие явины Охренеть Мы прям Пробираемся Очень, 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 очень Остарочно Ой, как стремно Я за поворот не вижу нифига Если здесь вот встречная какая-то фура Нам крыгет По встречной паровозикам Под скалой Под скалой Под разбитой в шепету дороги Еееееhh Это Ларс, детка Это Ларс Да Самая бардачная граница Из всех Которые можно представить Ой, ё-моё Отключай Почти рекорд На прохождение двух границ у нас ушло 45 минут О, кстати, очень удачно Сейчас идем вон туда, вон туда Покупать страховку, потому что без страховки сейчас По грузинским дорогам без ОСАГО местного езда запрещена И, кстати, с 1 июня 2024 года в Грузии становится обязательной медицинская страховка для туристов Если будете смотреть это видео позже и будете намечать поездку в Грузию Не забывайте об этом чудесном факте Ура-ура, около Ларса, наконец, открыли тоннель Который до этого объезжался по адской грунтовке Видны кусочки снега Кусочки снега в небольших подущельях Все-таки сейчас май Еще нет А, еще нет Подожди, сейчас апрель Нет, пожалуй, надо рулить, а не снимать Сворачиваем немного в сторону И едем прямо на гору Казбеги Ой, как жаль, что сегодня, конечно, небо белое И я боюсь на камере Белая гора на белом фоне неба Не видно, жалко Так, коровы на дороге Вечная проблема Снег Снежные завалы Вот этого я как-то не... Ох ты, какой же видит Вот прям зачет Ну и как впечатление? Вдетельно Настолько масштабно Кайф Вдетельно 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 Кто-то жрет Короче, сейчас мы купили две симки Они сейчас по 40 лари С бесконечным интернетом Который дается только на неделю Потом нужно докладывать деньги Правда, немного 10 лари И поменяли валюту Самое выгодное, что можно сделать Не приезжать сюда с рублями и менять на лари Это самое невыгодное Самое выгодное, как ни странно Двойной обмен То есть купить доллары практически по любому курсу наличные в Москве И с наличными долларами приехать сюда и поменять их здесь на лари Такой вариант получается самым выгодным Во, неожиданно, правда? Крестовский перевал Мы въезжаем постепенно в зиму и продолжаем жрать Нет, иногда забираем Какая здесь битая дорога Ее прям совсем-совсем-совсем-совсем разбили Видите, вот вдоль стеночки Это у нас снежная высота показывается Сколько здесь снега зимой бывает Так Зимой этот перевал очень часто закрывают Проезда нет вообще никакого Хо-хо-хо Хо-хо-хо Какое все снежное Это при том, что мы вчера ехали вдоль цветущих полей Люцерны А сегодня мы приехали в снежные поля Поедете здесь в туннеле Знаете, что здесь в лужах есть совершенно феерического размера ямы Китанического, я бы даже сказал Туда легковушка, по-моему, может уместиться целиком Мало кто знает, но в глубине этого ущелья Есть озерцо Кругленькое Хе-хе В поселке Пасанаури, который будет у вас по пути по военно-грузинской дороге в Тбилиси Есть очень любопытное место Где сливаются две реки Черное и белое Реально посмотрите Как забавно это выглядит Ну вот и здравствует Тбилиси Состоящий блин из пробок Ехали, ехали Приехали в пробки После трех дней пути Мы решили, что нужно будет побольше отдохнуть И взяли вот какой-то дизайнерский О-о-о Номер В Тбилиси Сейчас покажу С квадратной ванной Квадратной, она реально квадратная И японской системой сливы Ногой Кнопка нажимается Ногой Все, мы будем отдыхать Потому что что-то Присытились немножко впечатлениями Нужна некоторая пауза Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну и конечно, частное движение... О-о-о-о! Сирный хвал! Ребята, это огонь! Это просто огонь! И что-то... А-а-а! О-о-о-о! Скажите, вот это огонь! Четыре моего!! А-а-а! Уф, всё, хватит с нас! Уф, всё, хватит с нас! Шумно-упробочную у Тбилиси Мы сваливаем В сторону природы Не, реально, Тбилиси хорош Тбилиси яркий Пряный, многолюдный Интересный Там прекрасно гулять Но пешком На машине там Очень тяжело на самом деле И мне кажется Что вот буквально Одного полного дня Погулять в Тбилиси И сходить вечером в бане И сходить вечером в сержную бане Нам более чем достаточно Двигаем на природу Да, да, да Мы выезжаем на берег Кибульского водохранилища Не знаю зачем Просто поглядеть Да, это собственно говоря Именно дно водохранилища Я не очень понимаю Его там спустили То ли какая-то засуха Но вообще здесь обычно Очень много воды А сейчас И его Очень-очень Тут же Тут же Глина О, боже Ну ладно, хорошо Будем считать, что сезон открыт Потому что у нас апрель Вообще-то Двадцать шестое число Четы Забылька Собаки здесь не страшные Но их много Пробираемся Пробираемся К Шаорскому водохранилищу Ну здесь конечно Мух Достаточно миха Но забавно Мммм Ммм И салатик Ямушки Да От жены Есть польза Вы знаете В чем еще Особый кайф Происходящего Ммм Вы должны догадываться Комаров не Вообще Я не знаю Видно Или нет Но внезапно Над нами К вечеру Роится Просто какое-то Неимоверное количество Насекомых Это не мошки Это не ОСУ Не пчелы Не знаю Но что-то летает И жужжит И крутится Роем Ну к счастью Не опускается вниз Поэтому Кроме жужжания Нас ничего не беспокоит Да Но ощущение Что постоянно На голову Висит квадрокоптер Неспешная Изба Читальня В вечеру Ага Я готовлю тебе Я буду сейчас Дрожать столом А дальше Больше Тепло ли тебе Девица Ланчары Не хватает И Полыхает И тишина Точнее Точнее нет Лягушки Клакают Костер Постепенно Догорает Пора нам Наверное Баиньки Ну с добрым Утром Страна Как спалось Вот Утро Началось Немножко Неожиданно Вот вы можете Осмотреться Солнышко Солнышко И красота Но с утра Я обнаружил Что вот здесь Вот я Оставлял Под машиной Свои кроссовки Какая-то Скотина Украла У меня Один кроссовок И утащила Его Черт не знает Куда Я еле Его нашел Какой Скотине Понадобился Мой кроссовок Почему кроссовки Почему Мой Все остальное Не тронуто Фетишисты Какие-то За окном Плещется Водичка Фонарик А мы постепенно Уползаем С места Стояночки Едем дальше Вот эта фигня Это типа В виде Сердечка Ну Такое Да-да-да Вот следующий Водопад Называется Птиченька Видимо Потому что Сердечка Отвесила Моя жена Ходила за вином И ничего Не купила Так Ну скажи Моя жена Почему ты Ничего не купила Там все Заперто На большой Висячий Замок Снаружи Замечательно Мы сейчас Едем По Грузии Так скажем Провинциально Долинной Вот По дороге Которая называется Вайнроуд Вот По ней Ездят Специальные Экскурсии Которые Пробуют Вы представляете Ну мы просто Едем По красивой Цветущей Остановись Пожалуйста Дороге Вот И въезжаем В поселок Хванчкара Ну вот Собственно В самом Поселке Хванчкара Мы приехали В самый Центральный Как бы Как это Называется Магазин Не магазин Винную Галерею Которая Изготавливает Ту самую Хванчкару Хванчкаре И некуда И что Никого Нет Мы вынуждены Были позвонить По указанным Телефонам И к нам Кто-то Сейчас Откуда То ли Приедет То ли придет Для того Чтобы продать Немножко Вина Не сезон Вот так Не сезон Замечательно Да Пьяная Жена И Великолепные Горы И Великолепная Пьяная Жена Конечно Ну Конечно Пробки Грузии Дорога Дорога Красивая Обалдеть И камушки Валяются И камушки Особенно И камушки И камушки И коровы Лепешки Сейчас Мои Лепешки Там будут Лежать По-моему Мы едем Совсем Куда-то Не туда Боже Куда мы едем Куда Напремся Опять Мы едем В какие-то Офроуд Приключения А мне Он Скорее Не нравится Пробирается Медведь Сквозь густой Валежник А мы Пробираемся Какими-то Вообще Непонятными Неотмеченными На дороге На карте Новыми Дорогами Возможно К водопаду Но мы Еще Не знаем Вот Почему Были Вопли Не надо Дальше А вот Вот Потому Ну Посмотрите Какой Кайф А Не Страшно О Хо 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 Иди Сюда Здесь Очень Хорошо Здесь Очень Хорошо Ай Что Моя Жена Боится Стеклянных Полов Железные Нормально Совершенно Давай 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 Потихонечку По железочке По железочке О О О О О О О О О Ще Попробуем Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Мы вчера немного сломались, переели впечатлений и поехали переночевать в простеньком отеле в городе Цхалтубо, который повернулся нам совершенно случайно по пути. На самом деле это правильное решение не запихивать в один день неимоверное количество всего, а постараться прислушаться к себе. Да, вижу собак объехал. И когда чувствую, что все больше уже не лезет, лучше остановиться, быть, так скажем, адаптивным. Мы опять промахнулись в навигации. Гугль нам что-то не то подсказал. И вот такими вот тропинками теперь пробираемся. Но зато красиво, конечно, все цветет, все замечательно. Виды прекрасные. Правда, трясет. Потрясающие виды по весне. И осенью было красиво, а по весне вообще крышесношно. И запах, и вот это вот все. И серпантины. Держись. Каньон Акаца был закрыт. Но зато нам удалось зайти к водопадам Акаца. И это только часть из них. Это, конечно, крышесносящая панорама. Я не знаю, как это описать. Это нужно просто ощущать. Вот это вот штуковина падающая. Долго-долго-долго летящая. Вот там вот, если приглядеться, это маленький-маленький-маленький еще один водопадик. Вот здесь вот течет ручей, шумит. И все это вот, вот это вот амфитеатр, это, блин, это, это, это очень впечатляет. И в финале вас ждет вот такой вот шикарный, шикарный водопад. На вот такой вот площадочке. А у нас будет зиплайн, а у нас будет зиплайн. Ю-ху. О-о-о-о. Ю-ху. О-о-о-о. Ха-ха-ха. О-о-о. Ю-ху. Я тебя догоняю. Ю-ху. Ю-ху. О-о-о. Ха-ха-ха. Какой тормоз. Ю-ху. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Ой, коров сколько. Да, коров здесь прям очень много. Вот, пожалуйста. Да, прям на дороге. Да. Вот, пожалуйста, например. Прям на дороге. На осевой. Сейчас. Оу. У нас есть планы заночевать на горячих источниках. Вы посмотрите. Это чистой воды кипяток фигачит. Я здесь был в прошлом году и купался в ночи. И моя жена так же хочет. Посмотрим, что из этого получится. Рельеф абсолютно марсианский здесь. Отложение соли. Голубоватая вода. А вот там вот у истоков это отложение серы вообще. И вот это вот все стекает потом вниз к реке. И вот здесь горячие источники изливаются вниз к реке. Горячо, 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 горячо. А вот там вот есть зона, где вода смешивается с речной водой. И можно купаться в небольших ванночках. Что мы и планируем сделать. Ну, мы вот так вот лагерем встали. Аккуратненько на берегу речечки. Ужин, все дела. Закончился. Закончился. И вот эти вот. Вот эти вот нас просто достали. Достали. Да? Вон их сколько. Вон их сколько. Везде, 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 везде они. И что с этим делать, я не представляю. Потому что они везде лезут. Вот. Всем интересуются. И очень мешают, честно говоря. Сосуды в горячих источниках. Ого! Тепленькая. У нас процедуры водные. И вон собачка пришла. А тут еще и подушечка. 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 Да почти. И то, и другое. Как ощущения? Отлично. А у тебя? Ах, хорошо. У меня с песочком. А у меня так не дали. Что эти ваши флотинги, сенсорные депривации? Вот полежите под небом, звездами. В теплые лужи. В теплые серные лужи. В теплые серные лужи. А теперь главный аттракцион этого сезона. Кипятковый душ. Потому что здесь вот сверху летит кипяток. Самый настоящий. Мы находимся вот под той вот белой штуковиной, которую я вам снимал днем. И вот сверху летят совершенно кипятковые капли. Но зато все остальное тело обрывает холодным. И получается совершенно феерический коктейль. Как ощущения? Замечательный. Особенно, когда прилетают большие-большие капли. Да. Смертельный номер. Очень смертельный. С одной стороны и холодно, а с другой стороны просто пипятком поливать. Если подойти ближе сюда, то вообще становится просто невозможно находиться. А по ногам льется кипяток. Вполне себе доброе утро. Что я могу сказать? А вполне себе. А вполне себе хорошо. Вот собаки дрыхнут. Вот река течет. Вот там горячие источники. Неожиданно далеко на поляне была еще одна палатка. И почему-то всю ночь на площадке стояла полицейская машина с рогалыми галками. То ли нас подозревают в чем-то, то ли у них здесь пост теперь. Я еще не понимаю. Ну, в общем, начинается новый день. И даже утром не рассчитываю идти покупаться без наблюдателей. Людей нет. Но есть собаки. Все. Трупик готов. Теперь я ее оттуда не вытащу вообще. Кстати, глубоко копать ямку не надо, потому что полностью погруженное тело в воду очень быстро перегревается и становится здесь комфортно. Кайф именно вот в таком вот положении, полупогруженном. И каждый себе роет норку по желанию, по составу, по температуре воды. А вот так выглядит ванна для дневной жары. Отсюда подтекает горячая водичка, а с веселой бурной реки холодная. Получается нечто среднее, в чем можно отдыхать днем. А вот как при дневном свете выглядит кипятковый ад. Вот сюда вот идти и стоять. Крайне необычное ощущение, скажем, вежливо. Но в результате приятно. Еще бы вы знали, какой жар отсюда идет. Эта стена просто пышет жаром. А мы привнесли в эти дикие условия определенную цивилизованность. Как вам горячий душ на природе? После утренних расслабляющих водных процедур мы едем дальше. Решили заехать поглубже в горы вместе с Ванейдем. Тут непонятно... Впереди несколько лежачих полицейских. Спасибо, Наташа. Тут непонятно в связи с чем. Потому что весна-то сейчас внизу, считай, лето все зеленое цветет. А если ехать наверх, то там вполне можно встретить снега и зелени. Там еще может и не быть. Так что под вопросом. Ну что, горы начинаются. Смотрите, какая красотинь. И кто-то не может залезть. Во, 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 во. Небольшой, но очень приятный водопадик по пути. Не знаю, как называется, кстати. Но его очень хорошо видно с дороги. И приятно охладиться и так помедитировать. Да, очень красивая река, очень красивые скалы. Но дорога на месте для водителя, честно, сложная. Прям очень сложная. Ну-ка, остановились на минуточку. Прогуляемся на смотровую площадочку. Что-то здесь не очень с перильцами. Мама дорогая. Эта речка получается... Так, пожалуйста, держите. Вот такая сильная. Я думаю, из-за того, что тает на верхах сейчас снега. Сейчас это будет сна. Потому что осенью она очень ровная. И такого красивого, зеленого-голубого цвета. А вот тут такая парковочка. И так... Опа! А там лютейший крыльев, сколько творится. Просто лютейший. Вот, специально даже на телефон поснимаю. Чтобы показать, насколько бурная и сумасшедшая река. А вот здесь ад. Просто ад. Похоже, недавно здесь что-то вот было. Было. Вот. А теперь остался просто водопадик. Нет. Да. Грусивое. Но выглядит страшновато. Солнышко, между прочим, в высокогорье очень злое. Поэтому... Несмотря на ужасную дорогу, свиней дороги крутятся на него. Нет, чтобы не плазать. Нет, что я даже взял. Да. Вот она, снежная радость. Как вам видочек? А? Вот за этим сюда и едут люди. За вот этими вот снежными вершинами. Например, шванская порошка. На фоне белоснежных домов. Как тебе? А? А? Да. Красивая и свинюшка. Ха-ха-ха. Так. Это мы направляемся к месту ночевки. А, возможно, и нет. И нет. Потому что я не знаю, смогу ли я осилить дорогу. Есть мечта доехать до горнолыжного курортска Тентуддли... 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 Короче, до подъемников местного горнолыжного курорта, ну, туда-то и ведет дорога, которая подвластна, в принципе, только полноприводным братьям. Зачем мне подальше? Ю-ху! Преодоление водной преграды! Приехали два идиота. Хотели заночевать, значит, на склоне горнолыжного курорта Тентуддли. Вот это вот все. Вот подъемник. Все замечательно. Но если посмотреть вдаль, внимательно посмотреть вдаль, на горнолыжном склоне еще снег лежит. А мы на летней резине. И на этом все. И до точки, собственно говоря, где я ночевал осенью, точно не набраться. Потому что снег. Потому что на трассе еще снег лежит. Ха-ха-ха! А-а-а! Ржака! Закрыл он, значит, горнолыжный сезон, да? Закрыл, да? Так вот, горнолыжный сезон меня не закрыл. Ну, как бы, здесь проехать мне, ну, совсем без вариантов. А так я вон, вон у того домика, вон у того домика как раз ночевал. Вот так. Горнолыжный сезон еще не закрыт. Ой, веселуха! И что сюда ехали? Просто полюбоваться видом. Видимо. Но оно того стоило. Правда. А-а-а! Только ноги мокрые! Все в снегу! Ко мне тут пришел местный житель. Местный житель, который налапал мне в камеру. И, по-моему, ты ко мне и в прошлом году приходил. Да? Да? М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м. Жопа! Забавно получается, что мы будто путешествуем во времени. То есть мы сейчас приехали буквально в начало марта. Потому что здесь деревья только-только набивают почки. Они стоят вообще без листвы, без ничего. И лежит полно снега. Вот. А при этом сегодня днем было где-то плюс 30. Я не шучу. Где-то плюс 30 на солнце. Все внизу цветет. И там практически уже май во все поля. А здесь вот, собственно говоря, мы едем вдоль сугробов. Вот такая машина времени у нас получается. Но на ночевку здесь встать не вариант. Не столько потому, что как-то неудобно или еще чего. Тут банально грязно. Тает снег. И не погулять, ничего. А тут прям очень грязнюч получается. На высокогорье с ночевкой у нас не задалось. Но мы нашли себе очень благопристойное место. Вот, посмотрите. Тоже с панорамой. А? А? На снежные горы. На долину. Под цветущей. Под цветущей вишней. Это яблони? Или яблони. А вон? Да. Вон цветет вишня. Ну, я считаю, вполне достойная замена. Особенно если учитывать то, что уже темнеет. Нужно было вставать где угодно. Мы промахнулись по времени. Утро прекрасное. Утро солнечное. Утро. Утро. Вылезай. Вылезай. Червячок не хочет вылезать из кокона. Да. И что с этим делать? А вообще вот, у нас вот такая вот панорама. Утреннее солнышко. Из-за которого, к сожалению, не видно, что вот те горы, они в снегу. Снежные. Будем завтракать, приходить в себя и получать удовольствие от того, что вокруг нас. КОНЕЦ 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 Мы выбираемся с места нашей ночевки. Посмотрите, какая чудесная зеленая полянка. Просто английский газон вообще. Как мы ее нашли, вообще не понимаю. Просто чудом проезжали мимо, а тут вот такое вот сокровище. Ну, вы посмотрите, это газон для гольфа просто. Ну, вроде должно работать. Но нет. Увы, я второй раз на курорте ход с вами и второй раз подъемники не работают. Да, 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 да. Причем интересно то, что летом подъемника точно работает, народ ездит на трекинг наверх и спускается оттуда. Это очень весело. Но сейчас не сезон, и вот так в пустую приехали посмотреть, полюбоваться. Игорь Негода – Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы вроде никому не мешаем, остановившись посередине дороги и фоткая вид Что-то мы ехали-ехали и решили устроить пикник на обочине Притомились по дороге Смотрите, какая речка! Какая речка! Я вам сейчас покажу Обратите внимание, какой цвет! О-о-о-о! О-о-о! Эх! Ой, это мне ломно, многоломно! Ой-ой-ой! О-о-о! А? Хороший видок! И с таким видом мы будем бутерброды и чай! Забавный факт! Вот эта ветчина Оказывается второй раз в Грузии Я ее сюда привозил осенью Не съел, она уехала обратно в Москву И сейчас все-таки достигла своего назначения Вот такую вот красоту О-о-о! Она, конечно, больше тушенка Но она все-таки больше тушенка Ну ладно, все, сожрешь Мы выехали из мести по яркой солнечной погоде А сейчас, подъезжая к завершению трассы К Зубилиге фактически Видим, насколько изменилась погода Посмотрите, как висят низко облака Я думаю, это видно будет на камеру Очень плотно похолодало О-о-ох, и какой вид открывается По-моему, это все-таки дождевые как бы облачка Хотя, не знаю Но, в общем, облачный здесь стоит очень плотно А мы все-таки доехали до моря В этот день, спустившись с гор Мы взяли и доехали до моря Чудесный провинциальный, очень простенький городок Под названием, тоже незатейливый, Уреки Который славен тем, что Посмотрите, черный песок Здесь пляжи из черного Ну, почти черного Но очень темного песка И вот мы выходим на морюшко Обязательная процедура Попробовать море ножками Какой черный песок Поздравляю! Ты добралась до моря Мы тут вечерком посидели, посчитали И поняли, что на все наши хотелки у нас явно не хватает дней Но все-таки не двухнедельный отпуск А недельный с кусочком чего-то еще добавленного Поэтому по срокам у нас поджимание Поэтому мы сейчас реализуем странный вариант Дуем в Батуми погулять Для того, чтобы потом Вот так, мы здесь куда? Мы здесь вот сюда Для того, чтобы потом Сделать перегон Поближе к Тбилиси То есть Что-то такое Немножко странное Но хочется и рыбку съесть И вот на велосипеде покататься Попробуем это реализовать Эти хрена не видят Короче, мы с ним, пожалуйста Это Батуми! Мы на ягодной почти Кто валяется? Кто валяется? Кто валяется? Кто трется носом? Кто валяется? Кто валяется? Вау! И море есть! И красоты есть! Кто валяется? 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 выбираемся из батуми поскольку конечно на машине здесь тяжко честно скажем так же как и подбились и тяжеловато но пешком вообще замечательно посмотрите какой зеленый это город как он как он весь заполненный жизнью какой он заполненный всем так а мне вот сюда мимо башни часами до с этого момента у нас кстати начинается путь обратно на путь обратный это традиционная крайняя точка путешествия и дальше нам предстоит ну не то чтобы гонка но уже достаточно плотный график где не расслабишься по пути из батуми в тбилиси участок еще не построены дороги как видите вот такой вот весь раздолбанный но он проходит через интересный поселочек в котором и только в нем продаются какие-то странные лепешки почему-то их продают 8 штук разом 10 штук разом продаются они только в этом поселке вообще не понимаешь такое мы посмотрели в интернете эти лепешки это какие-то сладкие лепешки но зачем они в таком количестве я вообще не понимаю поселок он называется сура не понятно что открыть еще закрыто не понятно что вот сюда вот давай вот сюда давай более менее пристойно ну все выходи бери мы решили попробовать все-таки вмешанную лепешку мне ее прям достали из печи, пахнет вкусно, пахнет корицей выглядит вот так кусок, кусок непонятного чего, кусок непонятного теста с изюмом внутри, прям целиком, не резаный, ничего и пробка, в этом поселке всегда пробка очень вкусная, теплая булка это просто теплая булка, да? короче, эта хрень, это все-таки не булка мы тут совместно выяснили, что это все-таки тесто лавашное но в него добавлены корицы, много сахара и изюм получается достаточно прикольно но основная идея в том, что таких лепешек вы действительно нигде больше в Грузии не попробуете только в этом вот поселке а на ночь мы остановились в Мцхете ну ничего, я вам не смогу рассказать об этом городке нормального потому что пока ждали хозяина для того, чтобы платить номер пока заселялись, пока что стемнело и на пешеходной улице, которая там закончилась вся торговля, закрылось все, что только могло закрыться и мы в темноте побродили поизумлялись, что темно и на этом как бы наше посещение Мцхеты и закончилось не очень дальше так что если вы думаете, что у нас все проходит легко и просто и все мы осматриваем нет, мы очень много на самом деле пропускаем вот из-за таких вот банальных вещей, что немножко не рассчитали со временем а так вообще вроде красиво вон машина стоит еле воткнули а сегодня едем на границу собственно говоря, Грузия сегодня должна завершиться у нас начинается российский путь домой тоже, блин, не близкий начинается веселуха через один километр 500 метров крутой поворот направо да здесь все будут крутые, Наташа лезем к Рисовский перевал мы в Гудаури продолжаем лезть вверх в снежные горы впереди нас два туристических автобуса это трагически потому что они едут не торопясь впереди у нас памятник грузинско-российской дружбе я надеюсь, что здесь туристические автобусы становятся много всего интересного нет, не останавливается каждый год у нас есть нет, он едет дальше зато там куча народа переди останавливается пусть, пусть, пусть нам в этой арке ничего интересного хотя вид о, он сворачивает ей на грузинской части границы весь поток тормознула ГАИшная машина и дальше пока что-то не пропускается видимо народу много на границе да быстро явно не пройдем погодка чуть скурилась очередь большая из грузии выезжать неохота так грузинскую прошли где-то за 35 минут но терпимо едем на российскую здесь что-то фуры стоят что ожидают непонятно обе стороны направленные да конечно здесь будет интересно в такую погоду туннельчик очаровательный с водой водопадами текущими прям вообще я не знаю на обе границы мы потратили примерно час как я посмотрю но сразу после границ стали вообще в какую-то совершенно непонятную пробку никто никуда не едет не флор и не мы вообще никуда что за фигня здесь просто проезд здесь нету ничего вообще не поняли что это было какой-то дополнительный блокпост какой-то мужик из каких-то машин собирает какие-то бумажки а из каких-то не собирает что еще творится я не понял но мы в россии все все кайф в эти источники мы и стремились доехать в принципе здесь недалеко от владикавказа да наверно где-то 30 ну такой кайф а это очень горяченькая да как ощущение нормально сейчас сядешь 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 ну пока повиси это у нас источники поселки верхний бирбузан бирбузан мы прогреваемся вот мы распаренные но очень довольны едем дальше в сторону ночевки ночевка у впечатления отлично там три ванны 1 совсем холодный пишут на неж 12 градусов 2 37 градусов она комфортно не находиться можно сколько угодно третий вроде бы 42-43 очень горячим не можем просто зайти в минутку погреться выходить явно как перегревает ну афера слабон шикарный шикарный не возвышаются пики каких-то не знаю как они называются мы подъезжаем потихонечку пятигорску и сейчас было забавное мы заказали в пятигорске какой-то гостевой дом забили яндекс адрес яндекс привел с нас в автомойку причем такое достаточно низкопробную надо автомойкой светились какие-то тоже походы номера вот мы решили что мы попали в полную жопу но оказалось что нами заказанный гостевой дом он находится рядом вот выглядит достаточно пристойно кухню все дела то есть номера вполне 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 достойные свою цену небольшую но этот дом просто не имеет номера и указывается ближайшая точка вот такие вот тоже казус случаются пятигорск наверно красивый зеленый город но моего тех или да не посмотрели потому что все что мы в нем сделали это помылись и поспали зрители на точному коридору обалдеть какая красота все цветет все цветет весна короче мы въезжаем в чудесный город воронеж который славен тем что здесь адский совершенно что-то глушит gps и пытаться ориентироваться в прыгающий по карте стрелки это блин это такое короче мне не нравится воронеж но мы здесь похоже должны поспать перегон уже в руках тысяча с гаком еще 100 примерно это перебор надо отдыхать я пойму искать гостиницу без применения джипс по звездам и млечного пути и млечного пути да и внутренними чутью воронеж это город которым мы со второй попытки но все-таки за ночевали на автомойке серьезный гостевой дом раз был расположен на втором этаже на автомойке мы просыпались от звуки работы керхера бюджетные путешествия оказывается в воронеже также как и в египте есть пирамиды свое собственное стекло лобовое засор на насекомыми снимать уже невозможно да и собственно говоря снимать то особо нечего нам остается бросок до дома пересекаем кат ну что же завершается постепенно наше путешествие сейчас доедем до дома будем записывать финалочку чего два часа вы приехали вы приехали и так доезжаем последние метры бжух все мы в домике замечательно так для начала капельку статистики давайте сейчас посмотрим четыреста три с половиной литра бензина у нас сохранено сожжено расход 7 и 4 литра кстати не так много и отъел у нас верхний бокс до 5397 километров у нас пройдено со средней скорости 64 и 8 километров в час ну что же что можно сказать по поводу этой поездки во первых могу отметить что она была более лайтовый однозначно более лайтовый однозначно более отдыхательный чем моя предыдущая которая наполовину бомжевая была моя жена хорошо на меня подействовала и мы больше времени посвящали так скажем себе а не каким-то адским приключением и так далее всем периодически останавливаться да просто тупо не ехал вперед да 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 потому что если меня оставить в покое я буду этим заниматься и да есть за мной такой грешок в этом отношении поездка была очень приятная у нас не было каких-то крупных серьезных накладок была какая-то мелкая ерунда который мы совершенно спокойно адаптировали под все остальное и в целом поездка сложилось на самом деле вот замечательно в очередной раз могу сказать что грузия прекрасная страна для автотуризма более того без автомобиля и и смотреть вы ее не увидите без автомобиля поэтому даже если вы не хотите ехать три дня из москвы до тбилиси то в любом случае даже если долетаете на самолете берите машину на прокат и езжайте на колесах да лучше всего конечно джип ну даже на недоприводе как мы можно посмотреть кучу всего интересного в целом мы жена довольно вот мы жена довольно это основная цель была поездки показать жене те красоты и те места которые я видел в прошлой поездке это выполнено здесь прикреплю табличку с расходами чем мы там потратили вот в целом я думаю там будет не так страшно по ощущениям и даже меньше потратили чем планировали вот поездочка хорошая замечательная вкусная отдыхательная мы на самом деле довольны все сложилось прекрасно все хорошо как говорится до до новых встреч stay tuned пока пока